друзья всех приветствую на канале значит продолжаем собирать и sr-тестер появилось свободное время в общем дошли до него руки значит как я в первой части рассказывал кстати кто не видел первую часть ссылочка будет здесь подсказка перейдите посмотрите что этом первой части делал значит какие здесь произошли изменения как я в первой части говорил что буду ставить вот сюда заглушки вот такие вот вставляются в шляпки шурупов один сюда хотел приклеить 2 снизу в общем я от этой идеи отказался и я вот на программке front desinger распечатал такую лицевую панель распечатал на а4 в общем перенес все размеры в программу и распечатал на а4 вырезал все это заламинировал и потом вырезал в конце все эти окна отверстие прожег старым негодным сверлом нагревал и прожигал потому как и так лучше чем вырезать просто канцелярским ножом здесь сразу одновременно и запаивает и с обратной стороны наклеил двухсторонний скотч будет он приклеиваться это вот вся лицевая панель вот сюда на этот корпус думаю будет держаться нормально не отпадет ничего с ней не станется так также как видите вклеил стекло блестит она уже стоит с внутренней значит стороны поставил два крепления тоже первом видео говорил я хотел сразу изначально просто если капель клея поставить но эта идея не ахти и в общем решила что по-нормальному все собирала значит бралось это от мебельных уголков заглушки по обрезал ребра жесткости посадил на клей и по прикручивал двумя маленькими шурупами также сделал отверстие под микро юсб для зарядки литий-ионных аккумуляторов и также отверстие для гнезда 3 5 миллиметра вот такое буду использовать выкручу отсюда внутренность эту и будет она вот сюда вставляться дальше это все покажу так также вот вырезал два таких кольца с пластмасски прикрутил на шурупы на термоклей с одной стороны прихватил и здесь заподлицо обточил значит эти кольца вырезала вот из такой трубочки пластмассовой шла в комплекте с фонариком под аккумулятор для того чтобы он в корпусе не болтался вот отсюда я и вырезал так ну с этим вроде бы все понятно также да здесь вот проклеил вставочку вставил потому как здесь было разрезано изначально теперь он прочный корпус цельный получается так давайте сейчас приклеить ту лицевую панель сделает и за кадром потому как сами понимаете неудобно это делать на камеру нужно очень аккуратно точно и приклеить в общем сейчас приклеим и продолжим да кстати еще хотел сказать ссылочка на этот шаблон и программу будет в описании кому нужно будет или интересно это можете зайти свободно и скачать также самого себя распечатать и текст вот это все это все можно программе изменить можно что-либо добавить или убрать отсюда это уже дело вкуса и так давайте сейчас приклеим я еще хотел сказать по самой крышке упустил почему-то ее из виду значит какие здесь были проделаны работы это задняя часть прибора будет значит и сделал три отверстия цыганской иглой нагревал и прожег три отверстия для того чтобы пробивался свет когда он заряжается в общем заряд разряд все эти процессы чтобы понимать что там происходит и сзади а также сделал такую подставку для удобной работы чтобы под углом стоял прибор значит и бралась эта железка канцелярской прищепки такие стальные с прищепки есть разных размеров но я с крупной взял выгнул здесь концы в общем придал форму правильную чтоб под нужным не углом стояла и в общем вставил сюда в две гайки гайки на 4 брал и посадил все это на суперклей держится довольно хорошо и удобно будет в работе это так само как я вот делал тестер стабилитрон а у меня есть видео на канале здесь точно такая же система уже стоит подставочка есть так ну ладно с этим понятно поехали дальше так вот все приклеил более-менее аккуратно получилось такой сейчас имеет вид так теперь я сейчас ставлю туда этот сам есть и тестер значит сейчас мы снимем пленочку аккуратно она уже здесь не нужна так снимаем пленку и и устанавливаем его внутрь так аккуратненько вот так вот все села на свое место немножко получилось не в центре кнопка видимо когда прожигал немного сместился но ничего страшного она все равно туда кнопка станет будет нормально сейчас попробуем да все остается хорошо так ну теперь нужно расположить микросхемы сейчас их сейчас а сам этот и ср тестер эту микросхему приклею до корпуса термоклеем и потом буду уже устанавливать эти платы закреплять и будем их распаивать так вот залил термоклеем нескольких точках все держится она теперь здесь мертво куда она не выпадет уже все зафиксировано в общем так теперь нам нужно расположить эти микросхемы и вот на микросхемку для заряда литий-ионных аккумуляторов приклеиваю тоже на термоклей тоже вот такую вот пленочку но какой-то это понимает диэлектрик взял его из жесткого диска сюда я буду тоже так вот его приклеивать и потом на саму плату чтоб ни день ничего не коротнуло в дальнейшем все было нормально вот так вот она будет располагаться сюда вот будут вставляться это ставится плата а это будет с этой стороны так располагаться вот эту маленькую микросхемку я буду без изолятора ставить здесь она ничего не коснется так вот так она станет часы тоже термоклеем прихвачу и все а эту поставлю вот на диэлектрик так приклеивать будет она вот так вот располагаться здесь примерно в этом месте ну и далее уже все спаяю прежде чем устанавливать сюда 10 10 модуль повышающий нужно нам подпаяться к первому второму третьему контакту буду я использую такой вот провод четырех пиновый заказывал на алиэкспресс 10 метров потому как у меня старые запасы закончились пришлось уже заказывать и будет он отсюда уходить вот к этому гнезду подпаиваться 35 миллиметра вот сюда он будет так устанавливаться и будет сюда уходить провода так сейчас я подпаяюсь а и продолжим проводами подпаялся более-менее аккуратно сюда так теперь его нужно будет так загнуть вот так вот он будет лежать здесь ну теперь нужно подготовить само гнездо сюда я так одену кусочек термоусадки не до конца потому как она будет садиться в свой паз усадка нужно для того чтобы не коротнуло от на этих контактах идет кнопка стоит как раз получается межконтактами будет проходить этот разъем само гнездо сейчас с зажигалкой все отлично ничего она не коснется сейчас сюда один еще тоже термоусадку подпаяю все это одену и зафиксирую так установил гнездо на термо клей все закрепил держится мертво надежно никуда она не денется поставил также 10dc модуль повышающий здесь немножко укоротил провода чтобы они сюда проходили лишний день ничего не торчало также нас здесь заудить все контакты а сами провода спаивал так чтоб сейчас я покажу заранее спаял такие вот тестовые провода со штекером тоже под это гнездо получается красный будет единичка черный двойка и зеленый тройка но я в такой для себя последовательности сделал вот так вот она будет вставляться и тестировать можно все теперь осталось только спаять всю схему схемку я зарисую я покажу ее какой схеме это все спаивал хотя она простая но все равно может кому то нужно будет все спаял вот сейчас выглядит вот так вот пайка более-менее аккуратно уложил провода а такой час внешний вид в общем внутренности значит также еще на конце припаял что будете к аккумулятору провода вот такие вот клеммнички на минусовой плюсовой для человек припаял решил не паяться напрямую к аккумулятору не портить его а просто буду неодиевыми магнитами к таким из два маленьких неодиевых магнита разбирал кота жесткий диск оттуда достал пополам распилил его в общем немного обточил придал им форму и буду так вот аккумулятору прижимать эти провода дабы сохранить сам аккумулятор так ну теперь давайте я покажу по какой схеме я это все спаиваю вот собственно сама схема по которой подключал есть ир тестер немного коряво ну зато понятно все можете поставить на паузу рассмотреть ее внимательно или сделать скриншот теперь давайте ставим аккумулятор и проверим работает ли схема правильная тут ли спаял все так давайте оставим аккумулятор то потом вставляется держится плотно хорошо никуда он не выпадет отсюда так сейчас я прихвачу магнитиками эти провода так сначала минус так минус есть теперь плюсовой так и плюсовой сейчас немного поправлю провод так есть так ну давайте его включим первое включение я не знаю сам еще не включал да все работает вот 9 и 2 вольта показ как я выставил все отлично ну естественно испытуемые детали нету вы ничего сейчас не покажет так давайте также сейчас проверим у меня подключена зарядная вставим шнур посмотрим берет ли зарядку аккумулятор все ли у нас правильно до зарядка пошла красным светится аккумулятор немного подсажен уже я также еще хотел сказать что его если у кого нету аккумулятора можно просто так использовать просто выбрать блок питания обычный 5 вольтовые для телефонов или смартфонов не важно вставили и все можно работать тестировать детали так ну я его сейчас соберу полностью мы его протестируем уже на деталях ну в завершении вот такой получился приборчик довольно все аккуратно ничего вроде бы лишнего сзади атаку имеет вид так давайте теперь протестируем я вот приготовил несколько компонентов разных сейчас будем замерять их так давайте конденсатор всякий случай разряжу не убрать прибор так как-то так чтобы было видно включаем надеюсь видно вот такие показания так давайте теперь следующую деталь давайте измеряем транзистор вот нпн 42 мили вольта падения вистор у нас рабочий так давайте теперь резистор протестируем 470 кОм все верно так ну еще идиот напоследок да все отлично измеряет все правильно определяет все приборчик получился удачный я ним доволен все довольно неплохо получилось теперь у меня их два похожих приборчика один от тестер стабилитронов я делал тоже корпусы одинаковы ну в общем вот как то так благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал оценивайте видео всем пока и всем удачи видите доasha до вастрали до до до